вечер всем хочу рассказать историю у меня подруга есть за школам дружим даже не со школы даже в общем малого с малых ногтей вот она воспитывает двух внуков опекуном является опекунство у нее на дети это инвалиды такая ситуация получилась в жизни почему так открыто рассказываю потом поясню сын младше на своих у нее трое деток теперь уже взрослые все решена бабушка четырежды там или пять раз вот своих трое воспитал вот малый сын не женился жили с девушкой родили двоих ребят значит да а девчонка оказалась не из не из благополучной семьи в общем оказалось что зло употребляет и алкоголем и другими в общем более скажем так скромно употребляла и даже кололась дети то оба инвалида оба умственно отсталые признаны один-то вообще не подлежит обучению старший то есть вот он сейчас ему скажу сколько 12 лет он не читать не умеет не писать уже тем более не умеет вот ну и она такая бродячий образ такой жизни вела безобразно что детей вот бросала на сына вот ну и в итоге все-таки детей этих бросила на сына вела короче такая бродяжка была мы вот они пока жили там в квартире старой значит сын тоже как бы тут дома ну занималась воспитанием конечно подруга лариса ну прошло время они эту квартиру значит там новую получили квартиру четырехкомнатную материнский капитал капитал вложили сюда в эту квартиру вот мы все как бы на отца дети зачислились ну или она тоже как бы была пока она была жива но она значит умерла года два наверно назад она от розы печени умерла короче того что вот такой образ жизни вела молодая до 30 лет не дожила несколько там несколько не две недели по моему 30 лет не дожила вот ну и ладно все лариса воспитывала значит этих ребят не могу сосредоточиться такое состояние меня не очень как бы вот ну а дети раз таки дети подрастали естественно пока маленькие были ладно подрастали в час 1 13 вот другому 2 на 1 1 другому 13 ну и вот малый-то которому хулиганистый такой парень вообще неуправляемый старше это все хоть ладно дома дома все школу на школу их возила там целом была у нас такая школа для таких детей есть да вот каждый день туда ну там много очень проблем короче из школы тоже с продленки сначала их убрали значит серёжа вообще не брали на продлёнку так как ему ставили менинги там переболел парень то и ставили что он боялись короче вообще не брали там доктора нет в школе 39 лет и его малого-то сначала оставляли на продлёнку потом от малого отказались потому что ну невозможно ребенок неуправляемый неуправляемый вот и она вот их возила и каждый день забирала как-то там на пятидневку сдают и чтобы их забирают короче в пятницу субботу воскресенье дома у нас таких детей полно особенно сульфате там такие у нас трущобы там у пьющих родителей в общем много таких деток вот тут значит все ну в общем ну и короче очень парень то бродит много он тут проступков совершил подренного поставили на учет значит бесконечно у нее то полиция то значит это опека ну очень много и в итоге опека стала на нее наезжать что значит бесконечно ее туда-сюда вызывают лишь специально лишите сына родительских прав а значит тоже так когда они квартиру новую купили мало это не стал с ними жить потому что женщина живет другой не хватило этой лены которую он приволок вот эту лену которая наркоманка была да я не стала я никуда жить не пущу за мне там тоже не очень такая благополучная девица вот ребенок в детском доме находится у нее в общем не знаю что его так тянет к этим вот таким неблагонадежным дамам не знаю в общем стали вызывать туда да в опеку то но он то приехать не может он на работе в общем не знаю как там они расчухали что он не живет с детьми что не занимается воспитанием детей да и стали на ее наезжать чтобы давай заявление лишая родительских прав я ведь я вот говорила что не делай этого не делай понимаешь вы оформите опеку начали значит ей там вещать вам будем помогать и то есть у и 5 10 вот лишите его и вам будет легче вам будет проще будете деньги получать элементы с него и вам будут опекунские у ребят то пенсия у того и другого хорошие пенсии там где-то по 17 тысяч пенсий у того и другого вот ну нас советуются конечно все время со мной лариса я бы тебе не советовала конечно ты надо сходить к юристу и все это вы если чем это выльется и как и что да ну в общем в итоге они и заставили подать это заявление значит на подала лёшку решили родительских прав значит да она опоргала пикунство вот стала значит получать имя зная пикунские наверное и пенсию но ничего не изменилось дети то какими были такими остались в общем парень который старший стал тоже подрастать и его стал тоже был чего не и玩 значит бросаются и драться на нее и дома все переломают малова ат implicate поломön確рен и шляп gun улицу вот малого не выпускают он был окна вылезает закроется ванной начинает кричать посетите помогите соседи соседи меня убивают помогите соседи люди-то слышат нас услышимо от таким вот вот и старший стал 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 постарше она на малого Когда он ее устраивал, она его сдавала Психиатрическая больница у нас есть В Талагах, детское отделение Она туда его сдавала, забирали Частенько, раза 3-4 в год Он там у нее по месяцу всегда лежал Лежит, но обратно домой Выписывают, куда его Таблетки там Выписывают, она везде, конечно, на приемы Но она молодец, конечно, такая Чистенькие, они опрятненькие, она везде их вводит Фотографии в интернете выставит Не подумаешь, что дети-то такие, да, больные Вот, такие Одетые, накормленные, сытые Лекарства и все по приемам везде, везде, везде С ними она Старший подросток тоже стал Видимо от младшего, что ли, набрался Тоже стал на нее бросаться и кидаться Обзываются и матами, значит, ее всяко выругают И кинул в нее Там чем-то, значит Ну, в общем, тоже, и она и стала из старшего Значит, туда отправлять тоже В эту психиатрическую больницу Периодически тоже стала вызывать скорую Потому что, ну, просто, просто не хватает Ей, ну, я ей тоже сказала, Лариса, говорю Интересный день, они тебя просто убьют Вот и все Чем старше, тем больше ведь Ну и ладно, и опека, значит, все Против нее теперь поперла Опека, что вот вы не справляетесь А психиатрическая больница Сразу посылает в опеку сигнал Что вот опять поступил Вот опять поступил Мало ли, как-то поступал Как-то так особо на него не обращали Потому что старшего, когда стала Вот, они ее, значит, стали брать за жабры Что вот вы не справляетесь Пыры-пыры-расты-пыры А она до этого-то еще ходила Что, просила, что устроить Вот старшего в интернат Они, да, поезжайте в Новодвинский интернат Там есть такой интернат Там сказали, да, что у нас дети Здесь сироты живут У вас ребенок как бы, да, под опекой И ни в коем случае мы его не возьмем Не могла она добиться Вот, а тут, значит, соседи стали жаловаться Что от парня-то от младшего Это, конечно, покоя нет Они, ну, хулиганистые такие ребята Они то, значит, что-то из машины вытащит он То у кого-то там телефон Ну, в общем, отняли Ну, понятное дело Ну, и вот опека стала наезжать И забрали у нее старшего парня Быстренько оформили в Новодвинске этот интернат Опять же ее обманули Опять же сказали Не пишите заявление Договор там она подписала Что Вот договорчик Подпишите Будете забирать на выходные Будете забирать на каникулы Будете, в общем, общаться Ну, и там договор Чего уж там Ты уж хоть читай Чего подписываешь Что тоже В общем, парня забрали Парня забрали в феврале Сейчас у нас вот до апрель Она больше его не видывала И не слыхивала Естественно, ее лишили опекунства Сразу же Ей тут напели, что У вас и денежки будут ему идти на счеты Там тыры-пыры-растыры Короче, получилось так, что Все Опекунство решили Она с малым, значит Осталась на малого Значит, соседи Написали коллективную жалобу В опеку Написали коллективную жалобу Там все описали Ну, конечно Что они там вредят Уж я не знаю Все, что можно и не можно На него, короче Ну, у них, конечно, шумно Крик, вот этот гам Конечно, скандалы вот эти Понятно, что соседям Все это надоело Что он кричит Он нарет Он истерики закатывает Она тоже, видимо На него голос повышает Вот Ну, и все Опека сказала, что Мы все И этого парня Мы вас лишим Ну, к чему я все В эту среду смотрю Мне звонок от нее Проходит звонок Ну, я трубочку беру Привет-привет Чем занимаешься, говорит мне Я хочу тебя в Москву, говорит, пригласить Я не поняла В Москву А что, говорит, в Москве, что Она говорит Да, в Москве Я, говорит, поехала на передачу к Гордону Написала, говорит, электронное письмо В течение, говорит, суток Прямо, говорит, моментально В течение дня позвонили Говорит, мне федеральная телевидение Приехала, говорит, все засняли Все, значит, записали С соседями тут записали Все, значит, соседи на нее жаловали Что написали коллективное письмо Они, да Ну, вот она говорит Ну, просто, что стали наезжать я обратилась с просьбой помочь вот и хочу, говорит, ну тебя пригласить как, чтобы ты, ну, как с моей стороны приехала там-то против нее опека, значит, против соседи против, я говорю я бы, конечно, прилетела я говорю, но я не летаю на самолетах у меня аэрофобия, я говорю, боюсь, летать на самолетах надо, ну, до чего, я говорю, Лариса, нет я просто не могу физически вот, если, говорю, поездом, заранее хотя бы, да, хотя бы, ну, тоже все у них быстро-быстро, все моментально я говорю, хотя бы предупредили вы за день, да, на 20 часов до Москвы ехать там, сколько, 18, да я бы поездом, говорю, я бы, да, приехала, конечно с твоей стороны бы, как бы самолетом, я просто, ну, я не летаю вот ну, вот, ладно, я говорю, что мы, говорит, прилетели, позвонила она в среду, значит, забыла, до обеда я говорю, в гостинице, говорит, живем покроме, говорит, нас хорошо, говорит, так завтраком все за счет, значит, федерального телевидения, все за их счет, значит, билеты вот они трое, все прилетели она, значит, Леша и Кирюшка все трое в гостинице двухместный, одноместный номер вот, и, говорит, записывайте передачу будут завтра сегодня сказали, отдыхайте ну, там, по Москве походите, посмотрите все, а запись, говорит, будет, вот, как бы в четверг запись вот, и сказали, что ну, кого-то пригласите со своей стороны ну, ладно, поговорили, значит завтра, на другой день я ей звоню вчера, значит, говорю, ну, как запись, ну, прилетели, она, говорит, до чего времени было, наверное, уже часов 7 вечера даже, наверное, 8-й, во сколько, московский самолет-то из Москвы она, говорит, да, записали, говорит трое соседей, говорит, приехало на передачу ну, все, говорит, это меня, говорит, со всех сторон ну, как, обложили, да вот, а Гордон-то, значит с таким намерением ей, как бы, сказали, да, когда журналисты брали интервью, сказали, что он опеку терпеть не может, да, не переваривает ну, я так смотрю, вот, передача, да, видно, что он, как бы, против опеки так, что он вам обязательно поможет вот ну, и, значит, передача, когда началась я его спрашиваю, говорю, ну, ты расскажи говорю, там, все, говорю, как по сценарию надо, конечно, все по сценарию сказали, вот, ты выйдешь, пусти слезу заплачьте, типа, что вот мы приехали за помощью, тыры-пыры марафет навели, пришли, значит ей прическу сделали, значит вот, сказали, на все намазали, накрасили, значит все, подлачили это, прямо в гостинице такси, значит увезли на такси и отсюда-то тоже, когда они улетали они вызвали, значит, уже билеты с билетами уже приехали вот на вас уже билеты куплены, да вызвали такси два часа такси, ждал его подъезда пока они собирались ну, все оплачено, в общем все схвачено, за все заплачено ну, и тут тоже все, говорят, на такси туда-сюда, приехали, ну, снимали передачу а вот сколько снимали, на днях не засекало времени по времени, там урезают потом в общем, сначала начали как бы заздравить, закончили за упокой короче, обвинили во всем ее обвинили, вот, передача будет на следующей неделе, смотрите на следующей неделе будет, ну, не сказали в какой день, сказали, что вот на следующей неделе выйдет, вот опека не приехала, он как бы сначала сказал, что бегали за опекой, сначала Скрывались от нас, убегали, но потом все-таки дали интервью и сказали, что она все сама заявление на сына подала, сама лишила, конечно, конечно, письменных. Мы ничего не говорили, мы ничего, и от этого она сама все. Я говорю, конечно, заявление было от тебя, раз они тебя науськали, что подай, лиши. Конечно, ты считают, что сама подала. В интернат она, парня, тоже сама типа сдала. Договор тоже она подписала, тоже ОПЕКа ни при чем, ни при делах ОПЕКа. Мы ничего, мы не настаивали, в общем, ОПЕКа выкрутилась, выбралась, но на передачу не приехала ОПЕКа. Приехали, значит, соседи, вот они с Алексеем, значит, и с Кирюшкой. У Кирюшки там тоже взяли как бы интервью, но он, когда с ним разговаривает, что он разговаривает, ну, ребенок как ребенок, чего? Сказали, что Гордон-то типа какой он инвалид, какой он нормальный, типа, ребенок. Она говорит, значит, врачи у нас, говорит, да, на руки инвалидность дают, если он не инвалид, тогда врачи, так, инвалиды. В общем, вот, короче, говорит, я не досидела до конца, заплакала, говорит, ушла, с передачи ушла. Я говорю, тебя возвращаю, она говорит, да, возвращаю, но я сказала, что я пойду, начали, короче, на нее бочку катить, начал, ну, как обычно, начали кричать, там, Юля и все, вот, и Калеша подошел вообще, как бы не ударить, как бы мне тебя не ударить, я не знаю, покажут что-то в передаче или нет, конечно, там, может быть, что-то ведь и вырежут. Ну, сказали, что да, вы действительно не справляетесь, значит, у вас ребенок целыми днями шляется, она, понимаете, я закрываю, он говорит, окна у меня вылезают в окна, в форточки. В общем, ну, никакой помощи, в общем, ей не оказали. В итоге и в конце Гордон сказал, что если опека не лишит вас сейчас, вот, да, опекунства, надо передать его в приемную семью ребенка. Она говорит, я бы посмотрела, какая приемная семья взяла бы такого ребенка, да, это легко сказать. В общем, она говорит, слово сказать не дают, я начинаю вот объясняться, да, нет, они в своем, у них, то есть, была уже, ну, сценарий был сделан, тренаправлено, что-то, и по такой они уже линии гнут, по такой уже они и идут. Стизи, да, что не помочь ей вот именно обвинить ее, обвинить ее, лишить ее, как бы, опекунства. Ничего, говорит, я вот, ты вот это-то объяснила, ты вот это-то сказала, ты, она говорит, да я не дали рта, говорит, мне открыть, ты понимаешь, только все, она в бочку катит. Да, вы действительно не справляетесь. Он сказал, если опека вас не лишит, то, значит, я поддам в прокуратуру на опеку. Вот, ее сегодня-завтра, значит, будут, наверное, лишать еще опекунства. В общем, смотрите передачу на следующей неделе, я не знаю, как она будет называться там, вот, что-то с Архангельска, Лариса, ну, там вот, в общем, Алексей. Сама буду, конечно, каждую передачу смотреть, потому что интересно. Но в интернете, можно ведь набрать будет в интернет, не обязательно смотреть там в телевизоре, ловить, сейчас все в интернете есть. Так что вот такая вот еще в жизни, вот такие ситуации, ребята, бывают. Продолжение следует...